Блюда от шефа Зовут его Карлос Агусто Вилла Ромеро И возглавляет он очень модный и популярный здесь ресторан Пушка Добрый день Напоминаю, что торговая марка Тульчин дарит нам с вами уникальную возможность Брать уроки кулинарного мастерства у самых знаменитых шеф-поваров нашей страны Тульчин специализируется на выпуске колбас и мясопродуктов только наивысшего качества А сейчас мы узнаем у Карлоса, чему он будет нас учить Все-таки действительно у нас уникальная возможность познакомиться с вами и попросить рецепт для всей страны Что подарите? Сейчас будем приготовить корей молодого огненка с картофельной граты Набор продуктов довольно узнаваемый и все-таки перечислите, пожалуйста, что нужно купить Для этого блюда нужно молодого огненка, лимон, оливковое масло, сливочное масло, мука, молоко, свежие овощи, огурцы, помидоры, базилик свежий и картофель Для соуса понадобится фреш-ананасовый и соус унаги Что нужно делать сначала? Мясо или гарнир? В принципе, нужно сначала там мясо, мы должны там его замариновать Да, замариновать Сначала мы должны его очистить Мы сначала снимаем пленку А я еще раз хочу напомнить нашим зрителям, что мы находимся в Харькове в ресторане Пушка на улице Пушкинской Что это самый популярный в этом городе и самый модный ресторан И вот пусть Карлос сам обозначит направление здешней кухни Какая? У нас средиземноморская кухня А так как Средиземное море огромное и на его берегах Италия, и Франция, и Испания, и Греция То вся эта кухня здесь и присутствует И потом весь модный Харьков сюда приходит, пробует, восхищается и снова приходит Я сейчас почистил баранину, а сейчас будет его мариновать Для мариновать нужно соль, перец и сок лимона И оливковое масло? Да, оливковое масло это в конце А маринуется целым кусочком? Да, целым кусочком Вы пока не режете? Нет, нет, нет Я буду резать ее после того, когда буду подавать, только ее порезать Ага, даже жарится будет вот так целиком, да? Почему? Для того, чтобы она была сочная А то она сок пустит Ну и конечно в меню этого заведения баранина называется Каре молодого ягненка, приготовленная на углях Вот они угли прямо в центре зала Естественно их видно и тем ценнее рецепт, который сейчас вы, уважаемые зрители, получаете от Карлоса, шеф-повара Харьковского ресторана Пушка Потому что угли, мангал летом есть у всех на даче И даже просто в лесу, на природе совершенно не проблемно соорудить костер, правда? И воспользоваться вот таким рецептом Главное, чтобы баранина была молодой Так, пока мясо маринуется, мы готовим гарнир, картофель Да, мы будем приготовить сейчас картофельный грате Будем готовить картофель грате, правда на французский манер Чтобы приготовить французский соус, ну уж куда ж денешься от французской школы Нужно взять масло Масло, мука Муку, молоко Ну и соль, перец Соль, перец, да И на сковородочке это быстренько приготовить Чтобы потом слоями залить картофель, да? Картофель, да Так, ну давайте пройдем к плите Все-таки на гриле мы не будем готовить этот соус И покажем зрителям, как это делается Нужно пожарить масло с мукой Соединить, чтобы капками, главное, капками не было Чтобы не было комков Да Добавить молоко Все время мешать Да, до определенной консистенции Угу И вот у меня соль, перец Угу, сейчас добавим Вот, спасибо Посолили Угу И поперчили, да? И поперчили чуть-чуть И сразу вот этим горячим соусом будем заливать картофель Да И запекать его потом И запекать Соус бешамель готов Теперь нужно быть внимательными и проследить, как повар Карлос готовит картофель Грате Нужно картофель очень тоненько резать, как чипсы Давайте поясним, нужно взять обыкновенную сковородку Да Мазать маслом немножко Мазать маслом и картофель слоями там Один слой, потом второй Через каждый слой нужно соусом Чтобы формочка будет квадратная Получилась такая вот пирамидка из картофеля, из сырого картофеля и соуса бешамель Осталось только сыром пармезан посыпать чуть-чуть Для красоты, если там оно было Для эстетики И поставить в духовку на... Да Там в духовке 180 градусов, примерно там 20-25 минут Замечательно Подробный рецепт этого блюда с фотографии шеф-повара С телефоном и адресом ресторана вы, как всегда, найдете в еженедельном журнале 10 дней Пока запекается картофель, вот мы приступим к мясу Берем селиком и поставим на углях Она жарится примерно 10 минут Главное, что не пересушит Она должна быть слегка, слегка, не скажем, серовая Она вообще должна быть... Медиум? Да, медиум, то, что называется медиум Значит, мы постараемся не пересушить кара молодого ягненка Картофель запекается Но вы говорили, что еще нужно сделать один соус Мы можем в это время готовить соус, пока мясо жарится? Да, конечно, оно будет жариться, а мы сейчас приготовим быстро Тем более, что это быстро и недалеко в кухне Да, оно из кухни Так, берем соус унаги, берем ананасовый фреш И что, берем еще сливочное масло у нас там есть? И сливочное масло там, да Идемте А я еще раз хочу напомнить нашим уважаемым зрителям, что программа блюда от шефа Потому и существует, что в ней самые знаменитые шеф-повара нашей страны раскрывают свои секреты Так вот, еще раз мы проговорим, как готовится специальный соус для каре молодого ягненка Нужно взять готовый японский соус унаги 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 – это соус из угря Он продается в больших супермаркетах Да И его свободно можно купить Затем нужно взять ананасовый фреш Можно в крайнем случае заменить соком из пакета ананасового? Да, конечно И вот тут игра соуса из угря и ананасового фреша как раз и делает вот тут эффект, изюминка вот этого блюда Ну а потом унаги и фреш ананасовый затягиваются сливочным маслом и показали как Получился вот такой соус Будьте внимательны, это самый важный момент в приготовлении этого блюда А между тем баранина, ягнятина готова Картофельная запеканка почти готова Каре молодого ягненка тоже готова Осталось только взять красивую тарелку И показать нашим уважаемым зрителям подачу Подачу, как это делается в харьковском ресторане «Пушка» Самым модным и самым популярным ресторане этого города Мясо нежное, как мармелад А еще знаете, Карлос, мы недавно были в Греции на конкурсе поваров на Крите И там я узнала такую интересную вещь, что баранину нужно есть руками Теперь вот я понимаю, почему вы так тщательно зачищали ребрышки Греки утверждают, что они очень уважают баранину И утверждают, что баранину нужно есть руками Вот именно не вилкой и ножом, а руками Обгладывать каждую косточку, каждая ребрышка И если хозяин таверны видит, что вы кушаете руками Приготовленную им баранину Он выйдет непременно с стаканчиком вина И чокнется с вами, и выпьет Признает, так сказать, вас своим гостем Окей, значит, нам осталось достать картофель Да Это декор, это чипсы, как они делают? Чипсы, чистые спагетти Оно вымачивается в воде с сухой паприкой А потом в духовке, когда ловится на лист Посыпается солью И где-то 10 минут при температуре 100 градусов Вот И получается чипсы И красиво, и вкусненько так Да, вот так вот надевается Субтитры подогнал «Симон» Здесь, в Харьковском ресторане Пушка Карлоса Весь персонал ласково называет «Карлуша» Это такой маленький пикантный секрет Он действительно потрясающий повар И мы действительно вам благодарны За рецепт вот этого блюда Особенно за секрет фирменного соуса Разумеется, за это вам полагается подарок От нашего спонсора торговой марки «Тульчин» «Тульчин» специализируется на выпуске колбас и мясопродуктов Только наивысшего качества Надеюсь, что мы еще не раз увидимся с вами в Харькове Потому что в меню вашего заведения Достаточно много интересных средиземноморских блюд Так что ждите Ну, а пока мы должны попрощаться со зрителями Это было блюдо от шефа Сегодня его представлял Карлос Агусто Вилла Ромеро Шеф-повар самого популярного в Харькове ресторана «Пушка» До свидания Удачи! Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»